Субтитры сделал DimaTorzok Я расскажу вам, как я не протестировал Шкоду Кодиак Ту самую, ту самую, которую больше всего хотел Ведь этот тест должен был быть опровержением или подтверждением тестов авторевью Игоря Бурцева По поводу как раз-таки комфортности Шкода Кодиак И некомфортности или еще большей комфортности Kia Sorento Prime Так вот, друзья, тест прервался в первый же день Шкода, что ты делаешь, прекрати Короче, как обычно, со Шкодой у меня уже история такая была один раз В общем, мне прилетел дядька на Хонде CR-V Четко в заднюю часть, на МКАДе В общем, как дело было На самом деле, поток, вечер, 10 часов вечера Поток относительно едет Но, конечно же, какой-то небольшой заторчик в районе Ростов-Дон Прямо перед съездом на Ростов-Дон Я в левом ряду торможу, затормозил, встал до полной остановки И тут мне прилетает в жопу чувак Итак, друзья, не заладилось Но, как бы, это на этом приключении на самом деле только начинались Потому что, кто же мог ожидать, что из Хонды CR-V На первый взгляд вышел вполне себе такой адекватный мужичок 60, как я выяснил, восьмого года выпуска Соответственно, ему уже почти 50 лет И как-то очень невнятно начал неразборчиво говорить И очень невнятно двигаться Из чего я сразу сделал вывод, что он либо немножко пьяный Либо что-то с ним не так Ну что, вызывайте, ГАИ Ну, у тебя-то ничего нет Чего у меня ничего нет? Ну-ка Это ничего? Это ничего? Нет, ну я конгрессирую Понятно, ты что конгрессируешь Так и не мне, потому что машина не моя Нет, ну я просто говорю Если хозяину звоните Нет, не пройдет Только справка с ГАИ Потому что каска Потому что все дела Позвоню тоже хозяйке Хозяйке? Да, это не моя Прекрасно Короче, ребята У нас шопа очередная Сказать, что я расстроился Да нет, мне было уже на самом деле Мне было просто Конечно, тест срывается Но мне было реально интересно даже Потому что какого черта Опять Шкода Опять удар в заднюю часть Карма Что ты делаешь? В общем, что-то я где-то, видимо, не то сделал Слишком много Шкоды Сказала мне Судьба И отменила тест В общем, дверь, как вы видите Вмята Хорошо вмята Верхняя часть, в принципе, не пострадала Тут Хонда CR-V Достаточно Хоть и высокий автомобиль Но не настолько Бампер треснут Вставка треснута То есть тут Дела такие Коточки, коточки Вот эта вставочка тоже потерта Ну, в основном, дверь Проблема с ней Бампер отвалился У CR-V Весь капот помятый Все внял ему Еще раз А вот, значит, не можешь Нет, вот сюда Зак поставить не может сам Ну, понятное дело, ребят Все По-моему, он не в кондиции На самом деле У тебя же, говорит, ничего нету Да, конечно, ничего Че, давай, говорит, разъедемся Я заплачу, оплачу Я говорю, не, чувак Машина не моя У меня каска Мне нужна справка о ДТП По-любому Он, значит, подумал Куда-то что-то решил Останавливая руками машины Перешел МКАД Туда-сюда сходил Пришел Еще раз у меня спросил Говорит, ну, не договоримся По-хорошему, говорит По-хорошему, говорит Договоримся Я говорю, по-хорошему Не договоримся Говорю, мне по-любому Ждать ДПС Полицию нашу Он говорит, ну, тогда я пошел Владелец Хонда Серви Точнее, водитель Хонда Серви Выяснилось, что это не его машина И, соответственно, он бухой Он валит отсюда, друзья Соответственно, что Мешать я ему не буду Я его снял на камеру По-хорошему Говорит, по-хорошему Разойдемся Взял, свалил Бросил меня тут Отлично Просто офигенно Взял, короче Бросил машину Хрестник За рулем была Девушка, говорит И все такое Приезжает мимо Видимо, проезжал Чувак Ну, как чувак Полицейский На Мерседесе Е-класса 211 Говорит О, думал Я нарушил Ну Говорит Твои дела Я говорю Нет, не мои А где, говорит Я говорю Не знаю Ушел Говорит Как ушел Это вообще Просто анекдот Я с таким Еще не сталкивался Чувак, короче Как выяснилось Все потом В общем, оформили Забрали этот автомобиль Привезли как раз Вот в этот Первый полк Батальон ГИБДД В Косино Значит Серви это приехало Потом оттуда Увезли на штрафстоянку Все это время Я ночью стоял в очереди Потому что Я отвез Жену Вернулся И дальше В очереди стоять Значит С 12 Примерно И ушел я в 6 15 Или в 6 10 Где-то Вот так На часах 2.46 Короче Авария Произошла В 22 20 Короче Сижу Уже Сколько Похренищуся Короче Из-за какого-то Нехорошего Человека Который Сбежал И сидит Сейчас Себе Дома Точнее Наверное Не сидит А лежит Даже Под одеялком Проспится До утра К утру Конечно Мандраж Может какой-нибудь Подхватит По поводу того Что его все-таки Лишат Скорее всего Прав На годик Так На два 6.02 Друзья 6.02 Уже Мать вашу Рассвело Друзья Ну что это За Ну просто Нет слов И что вы думаете Мне дали справку Я 6 часов Здесь торчал 2 Мне дали Сраное Определение Потому что Его теперь Будут искать Он в розыске А розыск Это дело Долгое Небыстрое Как мне объяснили Придете во вторник Скажете Объясните Может быть вам дадут справку Но вряд ли Походу Дело Замерз Пипец Ничего с собой нету Абсолютно 6 часов Простоять в очереди Из-за какого-то 1-2 Разойдемся Мы по-хорошему Я Из-за тебя Козлина Вонючая Блин Пьяная рожа Нет слов Короче Ребята Нет слов Просто И что вы думаете После той очереди После того Как меня оформили Что Я получил справку И как нормальный гражданин Могу идти Конечно же нет Я должен был приехать Сегодня Сегодня вторник 29 число Должен был приехать Опять туда Прийти в кабинет В группу разбора Я уже на самом деле Мне там Обрисовали ситуацию Что и сегодня Мне тоже справку Не дадут То что он скрылся С места ДТП Автоматически К нему присовокупляет Административную ответственность Его еще будут искать Два месяца Я должен приходить Чуть ли не каждый месяц И потом еще месяц Закрывать дело То есть Говорят Справку ты получишь Не раньше чем Через три месяца Вообще Вот здесь Я прямо обрадовался Тому Какое у нас государство Что я невиновный В ДТП Пострадавший Можно сказать Меня въехали Я стою сначала В очереди Шесть часов На то Чтобы мне выдали время Когда прийти В группу разбора Потом прихожу В группу разбора И мне говорят Чувак Еще три месяца Ты походишь И потом Только потом Возможно Тебе дадут справку И ты починишь Свою машину Вот такое государство Я прям там Их полюбил Сразу всех Молодцы такие Думаю Ну ладно Хрен с ними От них ничего не зависит Они выполняют свою работу А все это Соответственно Ну наше вот устройство Такое внутреннее Бюрократия И все такое То что работает Против Даже Потерпевших Понимаете Как бы Ты участник Ты значит Соучастник Не важно В тебя въехали Ты въехал Ты рядом стоял И все такое Ты теперь Должен всем Но каково было Мое удивление Потому что После того Как я уже собрался Оттуда уходить Я открываю дверь И заходит Виновник Водитель Тот самый Который убежал Чупов Алексей Викторович Все кто знают Передавайте ему А большой привет В общем Друзья То что он пришел В принципе Я только рад Потому что Здесь конечно Дело принимает Другой оборот Но то Сам факт Того что он пришел В общем Открывает нам Новые подробности Друзья Это просто прикол Оказывается Он говорит Ну а что Скрылся Он говорит Да я испугался Я уже Лишенный То есть его В декабре Или в октябре В общем В том году В том году Еще в конце Того года Уже лишили прав И в этот раз Он был Опять за рулем Автомобиля Был Как мне показалось Немножко невменяемый Возможно Алкогольное опьянение Ладно Хрен с ним Он явился Нужно написать Все документы Все как было Конечно же Он принял Уже вину Подумал Видимо Что ему сулит Это чем ему сулит Побег С места преступления С места ДТП Да Ну как бы Уже не отвертеться Все Все заполнили Все документы И что вы думаете Мне дали справку Когда он пришел Вот у вас есть человек Второй виновник Как мне говорили сначала Нет виновника Я должен вписать виновника Так вот Нифига подобного Потому что теперь Суд Его отправили в суд Прям в этот же день Говорит Ты куда собрался Говорит Я уже такси вызвал Или там жену вызвал В общем Нет Говорит Сиди Парень Сейчас мы с тобой поедем в суд Тебя сразу осудят Дадут по ходу Ему 15 суток Как мне объяснили Ну сколько-то суток Точно дадут по ходу И говорит Мы все равно Не можем завершить Это дело Это ДТП И тебе выдать справку Пока он не вернется И не подпишет документы Что все Как бы все Вот все Наказания он понес Все дальше Можно двигаться дальше То есть я еще должен ждать Теперь эти 12 или 15 суток Сколько пройдут Его сегодня осудили То есть мне назначили Дату примерно В общем Прекрасно Настроение Ну ладно Хоть пришел Спасибо на то Спасибо Блин мужик За прекрасную ночь Во-первых А во-вторых За сорванный тест-драйв Я конечно Там уже На эмоциях был Но сегодня Мне было уже В принципе все равно Потому что Ну Что делать друзья Судьба такая Все Сказали Хорош Шкоды На время Шкоды Прекращаем Снимать Видимо Карму Восстанавливаем Я не знаю Что такое Но правда И все На этом Вот такой тест-драйв Сегодня у нас Был Ну в общем Друзья Если вы все-таки Хотите тест-драйв Кодиак Если хотите Сравнения с другими Спешите Именно с кем И ставьте Обязательно лайк Поддержите канал Поддержите это видео Если будет большая активность То я обязательно Возьму Кодиак Еще раз Надеюсь Без приключений И мы уже снимем Кучу интересных видосиков Проверим Все-таки Его комфортабельность На самом деле Вот те километры Которые я проехал Комфортные Ну комфортные Ну какое Тигуан Точно жестче Но Насколько комфортные У нас были уже Приготовлены Специальные тесты Серьезные На самом деле Препятствия И тесты Которые Как раз и показали бы Мягкость Или жесткость Подвески В общем Ну вы поняли Что нужно делать И до новых встреч Ну и напоследок Друзья Что я могу вам пожелать Конечно Не попадайте в аварии Это Полная хрень А если уж попали И если виновник не вы То привяжите Черт побери его К машине К его Чтоб он ни за что В жизни Никуда не убежал Потому что Все проблемы Разгребать В нашем государстве Будете только вы За него Так что Вот такие дела Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok